Конор МакГрегор против Дэч на Парье 3 Легендарная трилогия, которая поставит точку противостояния, которая длилась 7 лет. Кто же победит? Друзья, с вами Страйкер и сегодняшнее видео будет посвящено техническому и заключительному прогнозу на бой. Не забывайте про лайк и комментарий с четверых слов, а мы начинаем. Погнали! Ну что же, вот мы и пришли к этому дню. Офигеть, вроде только вчера был их второй бой. Только вчера был год, как Конор вырубил Дайсина в первый раз, а теперь они дерутся в третий, с большой долей вероятности последний раз. Хотя кто знает, если МакГрегор победит, то возможно мы увидим четвертый бой. Посмотрим, что нас будет ждать в будущем. 1-1, 2 нокаута. Один в первом раунде, другой во втором. Теперь эти ребята постараются оформить второй, но уже решающий. Что этот поединок значит для компании? Больше, чем многие могут подумать. Если посмотреть на цифры, которые собрал турнир Оливьера Ченлер, понятно, что действующий чемпион не сильно интересен публике. Хотя, конечно же, лично мне Чарли очень импонирует. Но речь идет об РПВЮ. В случае победы МакГрегора мы можем получить, как минимум, возможный трамплин, за счет которого можно продвинуть Чарльза. Ну а если Конор победит Оливьеру, то тут вообще нет никаких вопросов. Компания вновь получит супермедийного и популярного чемпиона, что будет, безусловно, хорошо для UFC. В случае победы Парея есть вероятность того, что Конор не соберется и окончательно повесит перчатки на гвоздь. Ведь со стороны кажется, что у Мака есть все, чтобы побеждать Дастина, а если это не выйдет, то вероятно, что ловить ему больше нечего. Хотя, всегда есть возможность в трилогии с Диазом. Как минимум, один бой Конора мы еще сможем увидеть. Ну и понятно, что тогда Парея и Оливьера проведут бой, и теперь для компании будет лучше всего, если Дайсина держит верх над бразильцем. Если же Чарли одолеет Парея, то он получит долю хайпа, но вряд ли достаточного, чтобы продавать платные трансляции. Но во всяком случае, кто бы не победил в трилогии, будет разбор его потенциального боя с брезильским Эль Кукуем. Если, конечно, нас не будет ждать ничья в воскресенье. Кто, блин, знает этот спорт? Но на кону реально многое, целая эпоха, можно сказать. Эпоха, на которой вырос я, и выросли многие из вас. Эпоха Макгрегора. Ему уже 33 на следующей неделе, и некогда молодой и голодный ирландец стал сытым ветераном. А неуверенный в себе маленький Дэстин превратился в настоящего мужчину. Что у нас по навыкам? Оба парня хороши в этом плане. Оба дикие ударники. Да, Сим Парея больше всего известен за счет своего бокса. По-настоящему бриллиантовая техника, за счет которой он смог нокаутировать ни одного чемпиона мира. Вообще, на самом деле, при всем моем отношении к Дэстину, его резюме просто безумное. Эдди Альварес дважды. Энтони Пэттис. Джастин Гэджи. Макс Холлоуэй. Конор Макгрегор. Да парень будто убийца королей. Из плюсов в этом аспекте это стойкость Парея. Дэстин вполне может выдержать первый напор Мака, а затем сам взвинтить темп и финишировать Ирландса. Ну, также и кавкики, которые сильно зарешали в последнем бою. Но почему-то мне кажется, что Парея даже не будет их бить сейчас. А если и будет, то реже. Очевидно, что бриллиант будет преследовать другой геймплан. Конор Макгрегор же нам всем идеально известен. Отличный тайминг, сила, точность. Конор на своем пике убирал противников так, как будто они ничто. Великолепный бокс, который раньше также дополнялся быстрыми, как молния и киками. Сейчас Макгрегор ушел от традиционной стойки ММА и теперь больше боксирует. Судя по последнему интервью, он не сильно изменил свой стиль с предыдущего поединка. Но кто знает, вдруг это просто отвлечение внимания. На самом деле я глубоко убежден, что если бы в этом бою учитывалось чисто ударная составляющая, Макгрегор вышел бы победителем в 10 из 10 боев. Но история не знает слова «если». У нас тут ММА. Единоборство, где можно использовать любой аспект боя. Но в ударке я дам предпочтение Конору. Мне очень интересно, так ли он хорошо держит удар, как раньше. Узнаем в воскресенье. На самом деле, кто бы что ни говорил, оба бойца борются на уровне. Мы видели, как работал Конор в бою с Хабибом. И он был там реально хорош. Да даже во втором поединке он достаточно быстро встал после тейкдауна Дастина. Делая все правильно и прижимаясь к сетке, чтобы за счет нее подняться. Но все-таки очевидно, что если кто-то и будет бороться, проводить тейкдауны и так далее. Это Пария. Дайстин это даже не скрывает. Ответив на вопрос журналиста, он сказал, что прыгнет в ноги с первых секунд. И он будет прав, если сделает так. Потому что в прошлом бою это принесло ему большие дивиденды. Пария предсказывает на этот раз победу с Абмишаном. Кто знает, может он сможет придушить уставшего Магрегора. Отдам предпочтение в борьбе и БЖЖ Пария. Но думаю, что у Конора должно хватать навыков, чтобы не позволять Дастину переводить себя вниз. Я повторюсь, но считаю, что оба по функционалу очень хороши. Но речь идет о том, кому комфортнее в поздних раундах. И это безусловно Пария. Дастин прав насчет того, что в поединке, где они оба выдохлись и истекают кровью, он выиграет в 10 из 10 случаев. Пария идеально себя чувствует в таких моментах. Как говорится, бриллиант создается при давлении. Насчет ментальности, на этот раз я бы отдал уже 50 на 50. Они оба выглядят взволнованными. Но у Дастина должно быть преимущество за счет того, что он вырубил Конора не так давно. Поэтому не знаю. Но надеюсь, что уверенность Магрегора не фейк. И он готов уничтожать. Ну что же, что по поединку. Я уверен, что Пария повторит то, что делал во втором бою. Пройдет в ноги или же начнет сходу клинчевать Магрегора. Размениваться со свежим Конором – плохая идея. Поэтому Дастин должен, даже обязан, работать более с его. Конор же, как обычно, будет стараться сохранять дистанцию и встретить на контратаке жестко Пария. Я думаю, что сам Маг будет бить кафкики или лоукики в ответ, как было в реванше с Диазом. Он увидел, что это эффективно и почему бы не вести от оружия свой арсенал. Очевидно, что Магрегору нужна ставка на нокаут в пределе первых раундов. Либо же расходовать энергию и работать максимально аккуратно, чтобы оставались силы противостоять режиму Берсерка Дастина, когда тот зажимает у сетки и начинает выкидывать кучу панчей. Пария же, как я говорил в разборе, как ему победить? Не нужно придумывать что-то новое. Главное пережить первый шторм Конора. Тейкдаун и клинч уход от ударов. Пария должен давать себе отчет, что как только прозвучит гонг, об окончании первого раунда, его шансы возрастают у разы. Слушайте, я уверен, что 90% из вас убеждены, что это легкий бой для Пария. Если исходить из пресс-конференции, исходить из всей ситуации перед поединком, кажется, что с Конором покончено. Даже на вешалке он выглядел настолько убитым, что даже было сложно смотреть на него. Но знаете что? Паспать на это. Паспать на все факторы, которые говорят, что с Макгрегором все. И на этом ему конец. Я выбираю победителем Конора Макгрегора. Без разницы на мнение других. Думаете, что Пария победит? Пожалуйста, не буду спорить. Но я глубоко убежден, что у Конора есть абсолютно все, чтобы одолеть Дестина и одержать уверенную победу. Я могу согласиться, что Хабиба и Флойда он не победит. Но Пария не непобедим. И надеюсь, что Конор покажет это воскресенье. Во всяком случае, я уже предвкушаю комментарии токсиков по типу «Эй, твой Конор проиграл!» Мне без разницы, даже если это будет так. За Макгрегора до конца пора забирать то, что его по праву. Но опять же, это мое личное мнение. И не советую делать свой выбор, исходя из моего прогноза. Так как отчасти я могу быть необъективен в этом случае. Команда Конора, let's go! А что вы думаете об этом поединке, дорогие друзья? Кто победит? Конор или Макгрегор? Давайте обсудим в комментариях. Друзья, есть просьба. Загляните, пожалуйста, в мой инстаграм и подпишитесь. Там реально достаточно интересно. В историях актуальные новости мира ММА. Мои реакции и мемчики. Мы там проводим прямые эфиры. И я, по возможности, стараюсь отвечать на сообщения в директ. Если вы, конечно, не безмозглый хейтер. Таких я отправляю сразу в ЧС. Извиняйте. В общем, ссылка в описании. Жду вашу подписку. Ну что же, дорогие друзья, а на этом наше видео заканчивается. Если ролик вам понравился, то, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на канал и поделитесь видео с друзьями. До скорых встреч. Увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok